Вид больного Краснова в инвалидной коляске поверг в шок. Декоратор после паралища и инсульта выглядит неважно. «Я хочу жить, и в будущее смотрю с оптимизмом», – уверяет художник. Борис Краснов – одна из самых значимых фигур в российском шоу-бизнесе. В разные годы он занимался оформлением Московского международного кинофестиваля «Рождественских встреч» Аллы Пугачевой, в церемонии вручения призов НИКа и первого всемирного фестиваля конкурса циркового искусства «Золотой медведь». Но случилась беда. В 2011-м Краснова обвинили вымогательцы 5 миллионов рублей. Уголовное преследование могло закончиться 50 годам тюремного срока, если бы не тяжелый инсульт, который сразил Бориса и довел до комы. Суд отпустил больного под залог в 5 миллионов рублей. На лечение. И приостановил судебный процесс. Краснов лечился в Швейцарии. Ему после отека мозга сделали операцию. Ситуация осложнилась тем, что к инсульту и обширной гематоме добавилось воспаление легких. И лишь спустя 4 года сценограф приехал в Москву. Он заново учился ходить и испытал проблемы с речью. Ну а сегодня Бориса часто возят в инвалидном кресле. Хотя это зрелище многих повергает в шок. Ведь Бориса все помнят бодрым и цветущим. Бориса все помнят бодрым и цветущим. Продолжение следует... Продолжение следует...